Ирина, здравствуй! Привет! Рад тебя снова видеть! Я тебя тоже! Ну как ты? Хочешь позаниматься ещё? Узнать что-то больше об этом тренажёре? Конечно! Сегодня мы это сделаем с тобой! Здравствуйте! С вами Александр Мироненко и программа Кетлер Фитнес. Программа для тех, кто хочет у себя дома привести своё тело в отличную форму, укрепить своё здоровье и поделить настроение вместе с кардиотренажёрами. И сегодня мы продолжаем цикл занятий вместе с нашим другом, электрическим переднеприводным эргометром фирмы Кетлер ЭЛИКС-5. Ну что ж, попробуем начать тренировку. Давай, начнем! Как всегда, с небольшой разминки. Ну а сегодня мы разминаемся на самом тренажёре. Ирина, вставай! Он не двигается! Почему? Потому что... У нас есть детский замок! Правильно! Включаем, открываем замок. И можно смело начинать тренировку. Ну что ж, безопасных детей прежде всего. Начинаем с быстрого старта. Компьютер сразу включает базовую программу. Ирина прибавляет на плюс 5 маленьких делений. Помните, что эргометра позволяет очень плавно и с очень большим диапазоном увеличивать сопротивление. Оставайтесь при этом в комфортном режиме работы. Ну что ж, двигаемся. Лёгкий-лёгкий уровень нагрузки. Специально для того, чтобы постепенно подготовить ваше тело, ваше сердце и мышцы к основной нагрузке. Да? Да. Конечно. И мы сегодня узнаем гораздо больше об этом тренажёре. Мы сделаем фитнес-тест, мы проверим Ирину, насколько она физически подготовлена. И мы поставим специальную программу тренировочную, уже более серьёзную, для того, чтобы Ирина почувствовала нагрузку и весь эффект от занятий на данном оборудовании. Ты готова? Конечно, будет интересно узнать. Сто процентов будет интересно. Сейчас постепенно будем увеличивать нагрузку, чтобы пульс поднимался выше вверх и наше сердце было готово к основной части занятия. Вперёд. Ещё пару делений на плюс. Оставались в комфортной зоне. Что даёт этот тренажёр, этот вид оборудования, как вы думаете? Он даёт, первое, укрепление мышц, второе, укрепление сердца, третье, улучшение работы всей сердечно-сосудистой системы, плюс мы укрепляем нашу лёгкую, нашу дыхательную систему, снимаем стресс, повышаем настроение, у нас прорабатываются эндорфины, гормоны счастья и радости. А почему? Потому что, во-первых, он эстетичен, красив, функционален и эффективен. Я согласна с тобой. Не забудьте, что каждый раз перед началом любой тренировки нужно делать небольшой размин, который у вас будет занимать хотя бы минимум 3-5 минут, чтобы подготовить ваше тело к хорошей нагрузке и эффективной тренировке. Сейчас как раз мы этим занимаемся, мы постепенно готовим себя к основной части занятия. И делаем маленькую паузу. Мы замедляем темп, Ирина останавливается. Убираем руки с тренажёра, фиксируем педали. Подтягиваем мышцы живота, вращением плеч. Небольшая суставная гимнастика перед началом основной части тренировки. Акцент всего делайте на дыхание. Вдох, выдох, опускаем плечи вниз. Работайте с максимальной амплитудой в вашем плечевом суставе. Добавляем движение рук, сделайте вдох, руки повыше вверх. И выдох через сторону, опуская вниз. Акцент на раскрытии плеч. Мы расширяем грудную клетку, готовясь к сердцу, лёгкие, хорошей, динамичной работе. Ещё два раза. Ещё один раз. Хорошо. Пальцы в замок. Вытягиваемся руками вверх, удлиняем каждую мышцу. И выдох плавно в сторону вниз пальца, поймать его в замок. Раскрываем плечи. Поднимаем кисти вверх. Широкая грудная клетка. Больше места для лёгких. Сердца. Освободило место? Конечно. Отлично. Плечи, круг. Ну что ж, опять начинаем лёгкие движения. Это будет недолго. Чтобы нам смещать акцент нагрузки на какую-либо часть тела, допустим, у вас проблемная зона – это мышцы ног и бёдер, ягодицы. Ну, к примеру, предположим. Что можно сделать на этом тренажёре? Мы убираем руки на нижний поручень. Тем самым, переводя всю нагрузку, всё усилие на нижнюю часть тела и мышцы ног. Причём плюс этот тренажёр работают все мышцы. Работают внутренние, внешние, передние, задние, поверхность бедра. А это значит, мы очень быстро добиваемся нужных нам результатов. Если вдруг мы хотим, чтобы у нас стали сильнее, красивее руки, пришли в тонус, мы берёмся за ручки. Можно чуть-чуть расставить ноги и делать акцент работы за счёт рук. Тем самым мы приносим нагрузку на верхнюю часть тела, а также на мышцы живота. В счёт вращения корпуса и плеч мы работаем мышцами пресса. Включая талию в работу, значит, мы быстрее худеем и верхней частью тела тоже. Это очень удобно и эффективно. Отлично. Снова маленькая пауза. Я напомню, что у нас с вами целых 8 программ внутри данного компьютера. И мы себе будем пробовать разные варианты. Попробуем. Конечно. Выбираем вместе с Ириной. Что-нибудь потяжелее, да, мне кажется, тебе нужно сделать? Да, давай, попробуем. Я люблю мучить людей. Такая профессия. Убираем пульсозависимую программу. То есть мы будем работать в зависимости от работы нашего сердца. А тренажёр сам будет выбирать нужную для нас нагрузку и сопротивление. Ну что ж, вперёд. Выбор за нами. Возраст, я помню, тебе 18 лет. Да. Ты мне по-моему обманываешь. Мы вставляем максимальное значение пульса. И чуть-чуть снижаем, потому что Ирина сегодня устала немножко после учёбы и рабочего дня. Да? Давай по-меньше. Прекрасно. Окей, идём дальше. Выбор процента работы от нашего максимального пульса. Мы выбираем 65%. Это значит, акцент будет идти на жиросжигание. Самая эффективная часть тренировки. Бираем начальный уровень нагрузки. По-моему, что очень большой диапазон. Мы начнём со 100 ватт. Ты же у нас тренированная? Да. Конечно. Ну что ж, мы готовы. Тренажёр готов. Я тоже готов. Можно начинать? Нужно начинать. Вперёд. Окей, мы выбрали программу. И начинаем работать. И сейчас мы сместим акцент работы на нижнюю часть тела. Будем креплять наши бёдра, подтягивать ягодицы. Ставим руки на датчике пульса. И сразу компьютер начинает считывать работу нашего сердца. Соответственно, регулирует нагрузку в зависимости от того, как бьётся наше сердце. Ты можешь постепенно увеличивать темп. И говори, что ты чувствуешь. И что ты видишь на мониторе? Пульс 115. Поднимается. Поднимается. Ещё как. Конечно, мы же тренируемся. Компьютер сразу реагирует на изменение пульса. И будет вам помогать с выбором нужной нагрузки. 98%. 98%. Мы почти вышли на наш уровень максимальный, который мы задали в компьютере. Вы слышите, он пищал? Говорит, что пульс поднялся слишком высоко. Мы вышли за максимальный пульс тренировочный. Поэтому нужно чуть-чуть снизить темп. Это умный компьютер, который не позволит вам ошибаться во время тренировки. И оставаться в нужной тренировочной зоне. Бывая с максимальных результатов. Чем мне нравится тренажёр? Причём, что он достаточно тихий. Причём, без шума. Значит, вы можете заниматься поздно вечером, рано утром. И никому не мешать. Никому не мешать. Даже собачий, который спит рядом. Ну что ж, как работают твои мышцы? Как твои ноги работают? Расскажи ощущения. Ты чувствуешь нагрузку на бёдрах? Да. И причём работают все мышцы. Как ты и говорил. Конечно. Укрепляются ноги. Очень быстро приходят в тонус. Ещё очень важно следить за техникой движений. Работая на эллипсоиде, необходимо держать правильную осанку. Это везде, на любых тренажёрах. А что такое правильная осанка? Это раскрытые плечи, опущенные вниз, подтянутые мышцы живота, слегка сфункты коленей, не блокируйте коленные суставы. Ну что ж, пока Ирина работает, получает удовольствие и подтягивает свои мышцы, приводит их в тонус, я расскажу и напомню вам о том, что у нас есть USB-вход с обратной стороны монитора, который позволяет вам соединять данный тренажёр с вашим компьютером и отслеживать все параметры, динамику вашей тренировки. Это очень важно. Когда вы ввёте дневник занятий, вы сможете, как вы меняетесь, как меняется ваш уровень подготовки, а значит тренировки будут всегда эффективными. Это один из главных показателей успешных занятий. Ну что ж, постепенно мы будем снижать сейчас темп и проверим, насколько у нас Ирина физически подготовлена. Об этом нам скажет наш фитнес-тест. Замедляем темп, фиксируем педали и нажимаем на кнопку «Рэк». И компьютер будет подсчитывать, насколько быстро у Ирины пульс будет вращаться в её нормальное состояние, состояние покоя. И от этого будут высчитываться уровни физической подготовленности. Зачем это нужно? А это очень важный параметр. Можем отслеживать, как улучшается наше состояние, наша физическая работоспособность. От неё зависит что? Наше хорошее самочувствие, наше здоровье и настроение, конечно. Да, конечно. Куда же без этого? Прекрасно. Нам показали. И у Ирины средний показатель физической подготовленности. Неплохо для начала, но есть куда стремиться дальше. Конечно. Ну что ж, спускаемся вниз. Напомню, что после каждой тренировки мы должны делать небольшую заминку для восстановления мышц и улучшения самочувствия. Ну что ж, стоп, нынешние плечи. Потягиваем из живота и начинаем с дыхания. Мы восстанавливаем дыхание, делайте вдох. Вытягиваемся высоко вверх. Выдох через сторону, плавно опускаем руки вниз. Постепенно снижаем пульс, возвращая свое тело, свой организм в исходное состояние. Покоя. Ещё раз. Дыхание глубокое. Плавно выдох. Плечи круг вращаем. Тоже акцент на дыхании. Всправляем грудную клетку. Воскрываем плечи. Улучшаем осанку. И постепенно восстанавливаем силы. Баем руки, широкий круг. Сделайте вдох. И на выдохе плавно опускайте руки. Вдох. И вниз. Хорошо. Расслабляем плечи. Поймайте локоть. Прижимаем руку к себе. Меняем позицию. Вторая рука. Лёгкие свободные движения. Убирайте любое напряжение в мышцах. Опускаем вниз. Собираем стопы вместе. Сделайте вдох. На выдохе наклон опускаем плечи. Руки на пол вниз. Расслабляем поясницу. Колени чуть-чуть согните. Сделайте вдох. Руки ставим на бедра. И на выдохе медленно поднимаемся вверх. Фух. Прекрасно. Что же ещё? Тренажёр. Можно складывать. Это значит, он взимает очень мало места у нас дома. Давай попробуем. Давай попробуем. Лёгким движением руки мы это сделаем. Но сначала, чтобы его сложить, нужно выровнять наш маховик и колесо. Здесь есть специальная метка, которая позволяет сделать это очень быстро и просто. Всё. Метка есть. Мы фиксируем замок, чтобы дети не баловались. И поднимаем наши педали вверх. Раз. Буквально за считанные секунды. Два. Всё готово. Готово. Просто и удобно. Ну что ж, с вами был Александр Мироненко и программа Кеттер Фитнес. До новых встреч, до новых тренировок, до новых мышечных ощущений. Ну, расскажи, как ты? Спасибо. Мне очень понравилось. Я готова продолжать заниматься. Бесконечно. Совершенствоваться. Спасибо.